На рынке затишье, а арендовать жилье в краевой столице не так-то просто, рассказывает Яна. Приехала работать в Барнаул и столкнулась с проблемой уже месяц в поисках квартиры. Мониторю постоянно, как только выкладывают объявление, звоню, говорят, что уже назначены встречи с другими квартиросъемщиками. И в итоге пропадают, не перезванивают. Спрос есть, а вот предложений не так много. Поэтому и разлетаются хорошие варианты быстро. Способ получения квартиры больше влияет на цену. В Барнауле распространена, так сказать, бабушкина квартира, бабушкина аренда. То есть квартира, которая перешла по наследству к родственникам и так далее. Вот здесь мы можем видеть дешевую аренду. На рынок арендного жилья выходят квартиры, которые совершенно новые, которые только недавно были сданы в эксплуатацию. Сделан совершенно свежий, качественный ремонт. И, конечно, наши уважаемые арендодатели оценивают свои труды и вложения в стоимость этой арендной ставки. Так что, если хочешь жить в комфорте, плати от 20 до 30 тысяч за однушку, а то и больше. Иначе придется закрыть глаза на то, когда был построен дом и давно ли в квартире делали ремонт. Зато цены на ту самую бабушкину всего 10-12 тысяч в месяц. Но есть и другая сторона медали. Квартиры месяцами простаивают. Арендодатели просто не могут найти адекватных арендаторов. Безответственные квартиросъемщики. То есть они относятся к жилью как не к своему. И, естественно, там все приходит в негодность. Сейчас многие подставные риэлторы, которые нанимают человека, человек нанимает человека другого, чтобы снять квартиру. А этот риэлтор потом сели туда в большом количестве, например, рабочих строителей. А тебе говорят, что там будет жить один человек. Когда я приехала, допустим, через две недели, а у меня там живет шесть людей, которые работают на стройке, я вот с такими просто глазами удивлена, была просто в шоке. Идеальный портрет – это девушка от 18 до 40. Желательно без вредных привычек, без животных и без каких-то привязок, там, мужчин, детей и так далее. Но это идеальный портрет арендатора. Екатерина спустя 4 месяца жильца по душе нашла, исходя из нарисованного портрета. А вот нашей героиня Яна свою идеальную квартиру пока нет. Январь, февраль и март. Риэлторы про себя называют мертвыми месяцами на рынке аренды. Активный сезон стартует с августа и длится до ноября. Но если жилье вам необходимо в ближайшее время, тянуть не стоит, говорят специалисты. Ведь из-за подорожания коммуналки аренда к концу лета может вновь взлететь на 10-15%. Причем вне зависимости от того, вторичное это жилье или недавно построенное. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День. С толком.